Затарится Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас даже припомнить нельзя, сколько разных сказок мы с вами прочли. Да что там разных? Сказок о королях, и тех всех не вспомнишь. Вот и сегодня я хочу вам прочитать еще одну сказку, еще об одном короле. Уверен, вы ее еще не слышали. В старые сказочные времена, когда каждый уезд назывался королевством, а в каждом королевстве был свой король, или на крайний случай королева, жил-был один человек, трудолюбивый, скромный, добрый. Мог он и за кузнеца потрудиться, и за плотника. Овец стриг не хуже других, и с парусом в море управлялся, как заправский матрос. А еще он был королем небольшого королевства. Одним словом, жил-поживал, работал на совесть и беды не знал. И вот пришло время ему жениться. Поехал король себе жену искать в соседнее королевство. Приехал и сразу во дворец. А во дворце... В Ирландии, в Ирландии, и в дождик, и в пургун, Всегда ирландцы рады ирландскому рагу. Идет ирландец в море, жена на берегу. Весь день она готовит ирландское рагу. Здравствуй. День добрый. А ты кто такой? Ой, даже говорить не хочется. Все люди как люди, а я... А ты? А меня угораздило королем родиться. Ну, вернее, королевичем. Королем я стал, когда отец мой на пенсию ушел. Так у тебя и корона есть? Да вот, сумки. Только я ее носить не люблю, она с головы все время сваливается. В ней можно только на троне сидеть. Значит, ваше величество? Ну да. По мне бы лучше моряком быть или кузнецом на крайний случай. Да и я тебя попрошу, давай без величеств. А? Надоело это. Ты лучше скажи, ты вот эту песню знаешь? Осень. Осень в гости приходила, Осень сказки говорила, Осень золото плескала, Ветру гриву заплетала. Простите, ваше величество, Но у меня еще сегодня очень много дел. Мне надо за овцами присмотреть. Еще мне надо съездить на мельницу. Мука почему-то крупного помола стала. Ой, смотрите, у вас пулочка совсем на одной ниточке болтается. Давайте я вам пришью. Это я вижу. Хозяйственное, работящее. А насчет помола надо жернова посмотреть. Стерлись, видимо. А вы в этом понимаете? Конечно. Не сидеть же во дворце без дела. Я люблю хозяйством заниматься. Эх, родиться бы мне простолюдином, А то теперь женись на королевне. Женись? Ну да, папа сказал. Мне бы такую, как ты, в жены. Скромную, работящую, красивую. Да и поешь ты душевно. А придется, скорее всего, на твоей королевне жениться. Да чем же королевна-то вам не угодила? А то сама не знаешь. Не знаю. Да что у королевины на уме? Наряда да развлечения, балы да пряники. Да и потом, ты знаешь, они все лентяйки. Да ну? Да, не читать и беда. Готова. О, спасибо. Спасибо, спасибо. Слушай, а может мне как-нибудь прикинутся? Может я ей не понравлюсь? Хотя нет, королевны до богатства падки. Эх, был бы я бедным. А что, большое у вас богатство? Да немалое. Две кузницы, три мельницы, пилорама, дюжина парусных лодок. Овцы у нас, овцы у нас просто чудо, тонкорунные. Ну и в сундуках там что-то припасено. Одним словом, беда. Прямо и не знаю, чем вам помочь. С таким богатством, конечно, никакое притворство не поможет. Да? Придется вам смириться. Смириться? Да что ты говоришь? Неужели ваша королевна такая ужасная? Не то слово. Ленивая, избалованная, ворчливая, капризная, неряшливая, жадная до чужого богатства и ужасно, ужасно любит покомандовать. Ваше Величество, Ваше Величество. Я здесь. А ты... Ваше Высочество. Ваше Величество. Вы? Я. Я. И на портрете я. И корона тоже моя. Только я тоже не очень люблю ее носить. Раскаиваюсь и прошу прощения. Что мне сделать, чтобы вы меня простили? Расскажите мне поподробнее о жерновах. А еще лучше покажите на месте, что с ними делать. С удовольствием. Все дело в осях и шпонках. Что вы говорите? Как это интересно. Вот такая сказка. Видите, как ошибся король? А все потому, что стал судить о королевне, совсем ничего о ней не зная. Да разве так можно? Судить о людях только по их положению в обществе, по профессии, по цвету волос или еще каким-нибудь приметам? Конечно же нет. Потому что все это чепуха. Главное в человеке – это его душа. А вот в душу заглянуть к другому человеку, боюсь, нам с вами не по силам. Так что давайте будем поменьше судить о других, а заниматься своей душой. Я желаю вам всего самого доброго. До свидания, до новых встреч и до новых сказок. Ангела вам всем, Хранителя.